Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры, в этот прекрасный Богом данный вечер желание моего сердца поделиться Словом Божьим пред нашей молитвой, которую мы имеем уже некоторое время, где мы благословляем нашего Господа, где мы благословляем друг друга. Первое место, которое я хочу зачитать, оно записано в Колоссянам, 3 глава, 15 стих. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Божье призывает нас, чтобы мы обладали этим миром, чтобы вот этот мир владычествовал в сердцах наших. И Слово Божье говорит, что мы к этому призваны, как будто бы у нас даже нет выбора другого. Мы должны иметь этот мир. И как же иметь этот мир? Слово Божье всегда дает ответ, дает, вразумляет, вразумляет и умудряет. Как же нам иметь этот мир? И апостол Павел говорит немножко выше, мы зачитаем, с 12 стиха. Итак, облекитесь, как избранные Божьи святые и возлюбленные в милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупное совершенство. И вот в 13 стихе, как будто бы ключевая фраза или слова, где говорится так, чтобы мы прощали, если кто на кого имеет жалобу, чтобы мы прощали, как и Христос простил нас. Как Христос простил нас, так и мы должны прощать. Мы все знаем, верим в то и знаем, что Бог простил нам все грехи наши. Все, кто принял, кто, услышавши слово истинное благоествование, спасение Божьего, и уверовали в Иисуса Христа, то Бог простил нам все грехи наши, дарвал нам свободу, дарвал нам мир, дарвал нам радость. Мы все этому свидетели. Но, идя по жизненной дороге, мы встречаем какие-то препятствия. И где-то люди могут терять этот мир. И поэтому я хочу поделиться Словом Божьим, наставлением из Слова Божьего, чтобы нам приобретать этот мир обратно. Чтобы обратно найти этот мир, эту радость, которую Иисус Христос даровал и которую мы должны иметь. Следующее место, которое, место Священного Писания, которое я хочу зачитать, оно записано в Матфея 18 глава. Начнем с 21 стиха. Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брата моему согрешающему против меня? До семи раз. Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи, но до семи, до семидесяти раз. Поэтому царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведет был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. И как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь, ему говорил, государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Вот первая часть, которую мы зачитали, где Петр спрашивает, сколько раз прощать брата моему, по-видимому, была какая-то или оговорка, или какое-то учение, что надо прощать до семи раз. И поэтому Петр так спросил. Но Христос ему ответил, что не до семи раз, но до семи, до семидесяти раз. Это много. Я даже не знаю, может ли кто-то согрешить против друга так много в один день, как Христос как бы наставляет и как будто бы даже говорит, что надо прощать или учит. Я глубоко уверен в том, что наш учитель, он не лицеприятен, и он не лукавый учитель, он справедливый учитель. Он отвечает за свои слова. И как люди говорили, что Иисус Христос учит не так, как в фарисеи, а он учит со властью. Поэтому Иисус Христос, если Он говорит, то Он и делает. У Него нету то да, то нет. У Него да-да, и у Него Слово есть как закон. Если Он сказал, то Он и сделает так. Поэтому в первой части Иисус, как бы мы видим из Иисусовых слов, что Он прощает нам грехи. И мы этому свидетели. Мы каждый можем свидетельствовать о том, что Иисус Христос просил нам, Он дарвал нам свободу. Вторая часть, Он говорит об этой притчке, где государь хотел сосчитаться с рабами своими, и он увидел, что один из рабов должен ему очень много, и он призвал его, и хотел, чтобы он рассчитался с ним. Но так как он не имел с чем рассчитаться, он умолял его, и этот государь, написано, простил ему все грехи, все его долги. И мы, я не буду читать, но мы знаем вот эту притчу дальше, как она развивается дальше. Вот этот раб, уходя из такого, от этого государя, получивший такое прощение, или получивший такую свободу, кажется, он должен был радоваться и веселиться, и делать то же. Но, к сожалению, он не сделал так. Так он, когда встретил одного из товарищей своих, он, написано, начал душить его и требовать, чтобы он рассчитался с ним. И друзья его увидели это и донесли это государю. Государь призвал к себе назад вот этого раба, и говорит ему, «Я тебе просил весь твой долг, много долга, не надлежало ли и тебе простить, товарищу своему, но так как ты этого не сделал, я должен посадить тебя в тюрьму и отдать истязателям». И вот эта притча, она немножко как бы затрудняет, и мы с женой некоторое время много рассуждали над этой притчей, и особенно как бы она волновала вот эта притча мою жену. И мы много рассуждали над этим, над этой притчей, над этим местом Священного Писания, потому что оно как будто бы противоречит другим местам Священного Писания. Потому что другие места Священного Писания, они говорят о том, что Иисус Христос прощает грехи и не вспоминает. Написано, он бросает их в пучину морскую, бросает их за хребет и не смотрит на них, он прощает и не вспоминает. А вот здесь оно как будто бы это притча противоречит, потому что государь простил все грехи, а потом как будто бы назад вернул и посадил в тюрьму и сказал, «Пока не отдашь, не рассчитаешься, пока не отдашь ему всего долга, он отдал истязателям». И получается как будто бы парадокс. Если он не смог рассчитаться, когда еще был на свободе, как он может рассчитаться, когда он уже в тюрьме, когда истязатели истязуют его? Так вот, есть еще одно место похожее, место Священного Писания. Оно записано в послании Коринфянам, где апостол Павел говорит о людях, которые грешили страшными грехами. И это не просто люди мира, это люди были в церкви. И он, Павел, сказал, что «я отдал таких людей, предал сатане возмущение плоти, чтобы дух был спасен». Так вот, вот эта притча похожа с этим местом Священного Писания, где Павел говорит, что он отдал истязателям или сатане возмущение плоти. Так вот этот государь просил грехи и просил долги вот этому рабу. Он даровал ему свободу, даровал ему мир. Ведь ему надлежало бы радоваться, ходить в свободе. Но он пренебрег этой свободой или не оценил. И когда увидел товарища своего, начал душить его и хотел, чтобы тот рассчитался с ним. Ни что-то похожее бывает в жизни нашей. Ведь Бог нам простил все грехи наши. Он оправдал нас, он даровал нам свободу, даровал нам мир, даровал нам радость. Но идя по жизненной дороге, иногда мы бываем, кто-то нас обидит, или кто-то сделает нам что-то плохое или скажет, и мы не можем простить ему. Кажется, такое мелочное, кажется, такое что-то незначительное, и мы не можем простить. И получается, Бог просил нам, даровал нам радость, просил много, а мы не просили какую-то мелочь. И с того момента, когда человек, или когда мы не можем просить одному из наших близких, мы попадаем назад в темницу, вот этим истязателям. Я много раз говорил и люблю говорить, что когда мы прощаем, мы не прощаем для них, для кого-то, кому мы прощаем. Мы прощаем для себя. Мы себя отпускаем на свободу. Мы себя выводим из темницы, из той темничной клетки. Потому что, когда мы не прощаем, то вот этот Божий принцип, он работает. Этот Божий принцип, который Бог установил, он работает до тех... И тогда мы находимся в темнице, и эти, как бы, духовные истязатели, они истязают нас, пока мы не простим кому-то. Когда мы не просим. Ведь он, здесь этот Государь сказал, чтобы он был в темнице, пока не рассчитается со всеми долгами. Ведь он не может рассчитаться. Как он может рассчитаться с долгами? Один путь. Только простить, простить своему товарищу. И тогда он может выйти назад на свободу. Ведь этот Божий принцип, он работает. Каждый из нас мы можем вспомнить из прошлой нашей жизни, когда мы прощали нашим близким, нашим друзьям. И тогда мы обретали вот эту свободу, которую нам даровал когда-то Иисус Христос. Поэтому желание моего сердца, чтобы это Слово Божье, оно умудрило нас. Чтобы оно наставило нас, укрепило нас. И чтобы мы поступали так, как Христос поступил с нами. Он простил нам все грехи наши. Он очистил нас. Он оправдал нас, даровал нам свободу, даровал нам радость. И мы должны обладать этим миром. Мы должны прощать друг друга. Мы должны прощать нашим товарищам, нашим близким, нашим друзьям. И тогда мы не будем находиться в той темнице. Тогда мы не будем... Тогда вот те истязатели, они не будут истязать нас. Мы будем на свободе. Мы будем... У нас будет та радость, которую даровал нам Иисус Христос. Поэтому пусть Господь благословит всех нас, всех вас, каждого, кто слушает, кто смотрит. И пусть Его Слово умудрит нас, укрепит нас. Пусть та благодать, которая в нас, научит нас и наставит нас и укрепит нас. И мы, кто имеет возможность, склоним колени наши, у кого нет, встанем на ноги. И мы прославим нашего Господа за ту свободу, которую Он даровал нам. Прославим Господа за ту радость, которую Он даровал нам. И прославим Господа за то, что имена наши записал в книгу жизни. И мы будем просить нашего Господа, чтобы Он Духом Святым напоминал нам, если есть у нас какие-то согрешения, если есть у нас какие-то, где мы кому-то не просили, если мы находимся в этой темнице, то, чтобы мы просили нашим близким, нашим друзьям. И тогда мы выйдем на свободу, тогда Господь выведет нас на свободу опять, и мы будем совершать наш путь, радуясь. Аминь. Отец Небесный, моя молитва во имя Иисуса Христа, во славу Твою, Господь! Я благодарю Тебе за то, что Ты возлюбил нас. Я благословляю имя Твое Святое. Прими, Господь, хвалу. Пусть воздание рук наших будет как вечерняя жертва для Тебя в этот прекрасный вечер. Слава Тебе, Господь! Я благословляю имя Твое Святое. Ты достойный, Ты достойный славы. Ты Отец Вселенной, Ты Творец Вселенной, Ты наш Отец. Слава Тебе, Господь! Ты образ Бога невидимого, Ты рожденный прежде всякой твари. Тобою все сотворено на небе и на земле, видимое и невидимое. Престола, господство, начальство, власти, все Тобою и для Тебя. И Ты есть первенец из мертвых, и Тебе принадлежит первенство во всем. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе! Ты достойный, Ты достойный славы, Господь! Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты имя мое записал в книгу жизни, за то, что Ты послал Слово истины, благовествование, спасение. И я уверовал у Тебя, и Ты запечатал меня Духом Твоим Святым. Слава Тебе, Господь! Ты достойный, Ты достойный славы, Господи! Я благодарен Тебе за то, что Ты дарвал мне этот мир, простивший все мои грехи, за то, что Ты дарвал мне радость. Слава Тебе, Господь! Слава и благодарность Тебе, Господь, за то, что Словом Твоим Ты наставляешь, умудряешь и научаешь, как нам жить, чтобы нам обладать тем миром, чтобы нам не терять этот мир. Слава Тебе, Господь! Боже, я прошу Тебя, прости нам, долги наши, когда мы спотыкаемся и падаем. Прости, Господь! И я верю и знаю, что Ты прощаешь, Господь! И поэтому я прошу Тебя за каждого брата, за каждую сестру, кто, может быть, где-то не мог простить согрешений своему брату или сестре, или близкому кому-то. Господи, Ты Духом Твоим Святым, напомни им! Ты Духом Твоим Святым, умудри их, наставь их! И пусть Твоя благодать поможет им простить! Пусть та любовь, которая излилась в сердца наши Духом Твоим Святым, пусть она поможет, чтобы мы прощали близким нашим, друзьям нашим, чтобы нам не быть в той темнице, чтобы те истязатели, они не истязали нас, чтобы мы были на свободе и жили радуясь, благословляли имя Твое Святое и жили во славу благодати Твоей. Господи, благослови Церковь нашу, укрепи, утверди, что делай нас непоколебимыми. Мы на Тебя упываем, Господь. Ты наше упование, Ты радость наша, Ты спасение наше, Господь. Господи, наша молитва за эту страну, наша молитва за начальствующих в этой стране, Господи, благослови мудростью и страхом Твоим президента, власть президента и всех его помощников, Господи, разных судей, Господь, разных начальствующих и в нашем штате, и по всех штатах, Господи, благослови их страхом Твоим. Пусть они помнят, что они перст на земле, а Ты творец вселенной, а Ты Бог, судья справедливый, которые будешь судить живых и мертвых. Господи, благослови их страхом Твоим. Господи, наша молитва за наших родных, близких, которые не приняли Тебя, не поверили в Тебя, Господь, стучи в их сердца, ведь Ты не желаешь смерти грешника, Ты хочешь, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Поэтому, Господи, Ты стучишь, и мы ходатайствуем, мы, Господь, благословляем их, и пусть они поверят в Тебя, поверят в Слово Твое и примут Тебя в свое сердце. Господи, моя молитва во имя Иисуса Христа, во славу благодати Твоей. Аминь.